Президент Узбекистана начинает первый официальный визит в Германию. Президент Узбекистана Шавкат Мерзиев в воскресенье начинает первый официальный визит в Германию. По его итогам планируется подписать весомый пакет двусторонних документов. Мирзиев пробудет в Германии до 22 января. Это уже его второй визит в страны ЕС. В октябре 2018 года глава Узбекистана посетил Францию. 7 января, 10-6 в Узбекистане планирует создать национальный центр по управлению обороной. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов посещал Германию с визитами трижды в 1993, 1995 и 2011 годах. От Берлина до Мюнхена Мирзиев в ходе визита проведет переговоры в Берлине с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером, канцелером Ангелой Меркель и председателем Бундестага Вальфгангом Шойбле, сообщает пресс-служба главы государства. В повестку дня узбекско-германских встреч включены вопросы дальнейшего углубления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества, реализации совместных программ и проектов, активизации культурно-гуманитарных, научно-образовательных и туристических связей. Состоится также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики. 30 декабря 2018 года, 1348 Путин отметил успешное развитие стратегического партнерства с Узбекистаном. Президент Узбекистана также посетит Мюнхен, где у него запланированы встречи с премьер-министром Баварии Маркусом Мзидером, а также представителями ведущих немецких деловых и финансовых кругов. В рамках визита планируется подписание пакета двусторонних документов о сотрудничестве в сферах экономики, финансов, инноваций и инвестиций, науки, техники, образования и культуры, добавили в пресс-службе Мерзяева. Технологии и кредиты на 4 миллиарда долларов накануне визита, 14 января в Берлине состоялся узбекско-германский бизнес-форум. Участие в нем принял заместитель министра экономики и энергетики ФРГ Экхард Франц. Узбекскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета по инвестициям Республики Сухроп Халмурадов. По данным Госкоминвестиций, по итогам бизнес-форума были подписаны соглашения о реализации проектов на общую сумму свыше 4 миллиардов долларов. В частности, подписаны документы в нефтегазовом секторе, нефтехимии и энергетике с компаниями ВИСНКРАП, ЛИНД, ТАКРАФ, СИМЕНС, в области производства строительных материалов СНОФ, по строительству отелей СПЛАЗА ХОТЛ ГРУП. 19 октября 2018 года, 13-21 Россия предложила Узбекистану наладить совместное производство вооружения впервые коммерческими банками и обеспечено достижение договоренностей по реализации конкретных проектов с участием частных предпринимателей Республики на общую сумму 557 миллионов долларов за счет кредитных линий немецких банков с привлечением ведущих поставщиков технологий и оборудования Германии, отмечается в сообщении. В Узбекистане 2019 ГОРД объявлен годом активных инвестиций. В Ташкенте ведут активный поиск кредитов и займов на модернизацию экономики, Германия здесь является традиционно одной из ключевых стран-доноров в ЕС, уточнил РИА новости аналитик инвестиционной компании Central Asia Investments Group Иль Хаттушев. По его оценке, власти Узбекистана понимают, что без привлечения современных технологий, в частности немецких, структурные преобразования не осуществить. По данным МИД Узбекистана, по итогам 2017 года объем узбекско-германского товарооборота достиг 613,2 миллиона долларов, за январь-ноябрь 2018 года 712,1 миллиона долларов. Общий объем финансового и технического сотрудничества между двумя странами составляет около 330 миллионов евро.